Друзья, сегодня ролик о том, нужен или не нужен донный водозабор и в чем его плюсы и минусы. У меня донный водозабор компании Аквафорта, 5000 стоит донный водозабор, это недорого, относительно недорого, но проектирование донных водозаборов ведет за собой, там есть две схемы монтажа, мы можем их с напорными фильтрами использовать, а можем использовать с барабанными фильтрами. И барабанный фильтр, чем он хорош? Тем, что у нас насосная группа стоит после барабанного фильтра. Мы покажем в этом ролике или мы, наверное, отдельный ролик запустим сразу, сейчас как бы затравочный ролик у нас по донным водозаборам в магазине у Ивана. Ссылки на магазин мы оставим, все это можно купить, Рябиновый 55, Москва, западная часть, также можно по всей России это все отправить и проконсультироваться у Ивана. Ссылки и телефон мы оставим. Значит, у нас есть объект с донным водозабором и с рыбами, с карпами, он очень прозрачный, там у нас и биофильтр и озон, все это мы покажем в следующем ролике, посмотрите. И у нас очень хорошие отзывы по донным водозаборам, мы будем их все чаще применять в прудах с карпами, с рыбами, но у нас есть и другие решения с донными водозаборами, чтобы забирать донную часть воды. Почему у нас еще есть другие решения, потому что они объективно дешевле, по той причине, что донный водозабор с барабанным фильтром требует помещения, где мы ставим барабанный фильтр на уровне воды. И когда насосная группа после барабана выкачивает воду и уже в барабан затекает, за счет действия сил гравитации затекает вода, она затекает в донных водозаборах с самотеком. Через сколько-то лет, конечно, нужно будет его промыть, потому что вода движется медленно, потом она идет вертикально, и вот в этой части будет забиваться мусор. Тем более, что мы при монтаже, например, заливаем вот эту часть бетоном или пескобетоном сухим, чтобы это было твердо, потом мы ставим резину, вы видите, вот у нас есть кольцо уплотнительное, мы все это укладываем в резину, все это прикручиваем вот в этой части, чтобы это было загидроизолировано. Дальше мы накрываем крышечкой. Здесь мы можем отрегулировать высоту, отпилить и поставить крышку на любую высоту, чтобы у вас была щель поменьше, чтобы туда рыба не заплывала и так далее. Чтобы мусор меньше попадал. Их должно быть несколько, в зависимости от размеров пруда. И вот эта система с помещением, с барабанным фильтром, очень хорошо собирает фекалии рыб и чистит воду. Соответственно, но здесь еще о чем вообще мало говорят, на самом деле, но забирает он не только фекалии рыбы, не столько, а фекалии зоопланктона подтягивает по нижним слоям. И наши донные водозаборы другого принципа, они донные, а вот как бы забирают, но они тоже у нас забирают донную часть, они работают на зоопланктон. Это тоже важно, это и чистит воду. Об этом никто не говорит, все говорят о фекалиях рыб, а друзья, фекалии зоопланктона это ничуть не меньше, это больше, чем фекалии рыб, имейте в виду. Поэтому он все это подтягивает и уводит на фильтрацию. Барабанные фильтры, говорят, что до 30 микрон есть, но вообще 40-50 микрон, 100 микрон сетки в барабанных фильтрах собирают грязь. И соответственно, все фекалии, что попадают, они очень хорошо очищаются. И в карповых прудах, особенно в карповых это хорошо, в осетровых менее это важно, потому что осетровые фекалии плавают в толще воды и нужно из толщи забирать воду, а карповые фекалии тонут и забирают их уже больше донный водозабор. И все это быстро вычищается. В системе, если нет ограничений по бюджету, в системе с барабанными фильтрами это очень эффективная штука. Мы после барабанных фильтров можем отправлять воду куда угодно, на дополнительную фильтрацию, на озонирование, на каскад, на биофильтры можем отправлять. Потому что барабанные фильтры уже очистили всю механику, очистили фекалии рыб, мелкие взвеси забрали, после них насосы уже чистую воду толкают. Во-первых, насос работает дольше и не тратим энергию на продавливание слоев, потому что вода самотеком заходит в барабанный фильтр и в насосную группу, которая уже толкает воду на фильтрацию. Поэтому, друзья, донный водозабор это очень хорошая штука. Но я не скажу, что обязательно есть некоторые рыбоводы и те, кто устанавливает систему УЗВ, они прямо утверждают, что без донных водозаборов типа нечего делать. Друзья, у нас есть разработки, мы делаем без них, но я не говорю, что это плохо. Мы применяем и донные водозаборы, и видео мы с этим покажем, и пруд покажем, друзья. К водозаборам, донам я отношусь хорошо, положительно. Но есть у них такая еще модель, например, не просто крышка, а аэратор. Что происходит? В этой части стоит аэратор, который дает мелкопузыричную аэрацию и подтягивает, эти конвекционные потоки подтягивают воду в этот водозаборник дополнительно. Если у вас нет в продаже вот такой фирмы, готова уже в комплекте, можно собрать, купить отдельно мотало, отпилить до нужной высоты, поставить. Но здесь нужен будет переход на эту трубу. В нижней части она зачеканена, воздух туда не будет попадать. А здесь вы переклеиваете на вот этот аэратор, он как раз перекрывает хорошо ее. И далее вам нужен только сосок со шлангом, который будет подавать воздух сюда. Как раз вот в эту щель он будет подавать. Например, я возьму то, что у нас было в видео. Видите, вот уже сосочек готовый. Вот он также здесь монтируется, но вот эту часть вы монтируете в эту трубу. Или новую трубу подбираете, уже склеиваете этого же диаметра, чтобы войти. Это, наверное, 40-й, похож на 40-й диаметр. Подгоняете трубу, и вот этот весь комплект вы собираете. Вот она откручивается, трубочка. Подбираете диаметр. Есть у вас этот сосочек, он будет выходить вот в этой части. И ставите вот эту трубку. Я сейчас крышку. И у вас будет аэрировать он. И подтягивать воду в донный водозабор. Но донный водозабор я рекомендую все-таки именно в карповых прудах с карпами КОИ. Когда вы хотите чистую воду, прозрачную, у вас хорошая фильтрация запроектирована, то с карпами это, конечно, хорошая история. Вполне. Но мы можем этого добиться и с применением других систем. Вот так вы подбираете вот этот шланг. И вот здесь монтируется вот такая остается щель. Сюда же заходит шланг для аэрации. И вы подаете аэрацию. То есть можно смонтировать и самим комплект. Если нет готового комплекта. Можно купить сразу готовый, но он будет дороже. Это, конечно, 5000 с аэрацией. Я думаю, будет раза в два, да? 17 тысяч. Сколько? 17 тысяч. 17 тысяч. Ну, видите, 17 тысяч в три раза уже дороже. Если вы ставите донный водозабор, вам уже так экономить не требуется, потому что и барабанный фильтр, и помещение для него, и труб, все это за собой тянет существенные затраты на фильтрацию. Но есть свои преимущества в этой системе. В том, что самотечет гравитационных сил, затягивает всю воду. Это очень хорошая история. Конечно, вам экономить уже на монтаже собственноручном. Вы на этом, конечно, можете сэкономить, это 4003. Но все-таки лучше купить. Я не предлагаю вам экономить. Просто не на всех регионах, и не всегда есть готовое уже решение заводское. То вот можно его как бы выполнить самим. Но есть ряд людей, которые любят просто делать все своими руками и улучшать. И для них, может, эта идея будет полезна. Что можно самому собрать такую систему. Ну что ж, друзья, да, не забудьте, что при монтаже, конечно, идеально его забетонировать и подойти пленочкой. Либо пескобетоном отсыпаться, когда вы смонтировали трубу. Сделать площадочку, подойти к пленке и приклеить. Так, чтобы это все стояло твердо. Все, друзья, строим пруды правильно. Я традиционно, друзья, желаю всем добра. Редактор субтитров А.Семкин